Не спешат платить по счетам долги магнитогорцев. За коммуналку по-прежнему превышают все мыслимые пределы. К июлю в казнении досчитались полтора миллиарда рублей. Говорят, это сравнимо с годовым оборотом муниципальных предприятий. Как заставят отдать долг и что еще стало темой обсуждения на аппаратном совещании, расскажем далее. Долги за ЖКХ – серьезная проблема для бюджета. Подвижки есть. С начала года сумма снизилась на 6%. Причина – отключение теплоснабжения в летний период. А квитанции теплофикации, в свою очередь, игнорируют половина должников. Новых способов решения проблемы не придумали. Все те же – пенни, штрафы, ограничения в ресурсах и суды. В кабинетах призвали активнее принимать меры. Поэтому здесь у нас с вами выход один – принуждать людей, получивших услуги, их оплачивать. На сегодня есть все рычаги. Я считаю, наверное, мы недостаточно активно ими пользуемся. Поэтому мы должны наращивать наши, так сказать, все действия с точки зрения взыскания долгов для возмещения затрат, принесенные ресурсными нашими ресурсоснабжающими организациями. От ЖКХ перешли к медицине. С 2014 года магнитогорцам начали оказывать высокотехнологичную помощь. Процесс финансирует ОМС и федеральный бюджет. Сейчас перечень широк – травматология, офтальмология, неврология и другие. Медики утверждают, система развивается. С января 2017 года в городской больнице номер 2 на базе гематологического отделения стали оказывать ВМП по профилю онкогематология. На сегодняшний день в городской больнице номер 3 получена лицензия на оказание ВМП по профилю ревматологии. Безусловно, есть и минусы – подводят сроки. Современного лечения ждут по два месяца. Чиновники пообещали ожидания сократить. Работа продолжается и на улицах. Косят траву, убирают мусор, обрезают деревья и ремонтируют проезжие части. Дороги закрывают для проезда почти ежедневно. Рабочие должны были заглянуть и во дворы. О латании ям во внутриквартальных проездах отдельно не доложили, но уверили – к работам готовы. Подготовка асфальтобетонного покрытия для выполнения работ по ямочному ремонту – 1252 метра квадратных. Укладка асфальтобетонного покрытия – 862 метра квадратных. Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом составляет 679 метров квадратных. В заключении обсудили День города и Металлурга. Сами чиновники считают, мероприятие организовали на высшем уровне. Остался доволен и глава. Он поблагодарил всех за участие. Иван Маслов, Алексей Вичинкин, информационная служба медиагруппы «Знак».